Александр Лев, газета «Народная инициатива». Захар, вопрос, конечно, к вам, и, видимо, даже два. В словаре Олжегова правда характеризуется как явление, которое происходит в реальности здесь и сейчас, если почитать. Так вот, вернемся к здесь и сейчас. Вы политическая партия, и быть вне повестки политических процессов, наверное, как-то сложно. Поэтому два вопроса по реальности. Первое. Ваше отношение к происходящему сейчас в истории с конституционными поправками, как мы знаем, начиная с 27, а сейчас число ушло куда-то очень далеко, и чего только не предлагают включить в конституцию. Многие говорят о том, что это уже напоминает какой-то кошмар и фарс. Как ваша партия к этому относится? И второй вопрос. Про сегодняшние события в вашей бывшей вотчине. Ваше отношение к тому, что происходит с утра в Луганске? Что там началось? Война, земное трясение, пожар. Расскажите, пожалуйста. Ну, Луганск, вряд ли можно моего лично назвать, потому что в последние, собственно, три года своей работы на Донбассе я провел в Донецке, в Луганске я работал только в 2014 году. Вот, ну, об этом сейчас Александр Казаков расскажет. Что касается разговора о правной конституции, вы прямо тут попали непосредственно в десятку, потому что, собственно, я этим и занимаюсь. Сегодня с утра, в 10 утра, я вот сидел на комиссии, на коллегии, на совете по правной конституции. Там я сегодня не слышал цифру, что уже внесено 400 предложений, но это не означает, что все 400 предложений будут приняты. Поэтому никакой, я не вижу в этом никакого ни фарса, ни... Ну, то есть, конечно же, есть много разнообразных политических персонажей, которые туда не позвали, и они находятся в крайнем разношении, что вот их не позвали, и без них как бы все-все-все решают. Но в целом, почему так много по праву? Потому что это действительно вызвало, безусловно, вызвало колоссальный общественный резонанс, и только лично мне пришло порядка 200-900 предложений от моих сотоварищей, по литературе, по политике, по военному делу, по сетевой моей жизни. И многие поправки просто замечательные, просто они продуманы. Я их еще раз переформулировал своими юристами и внес какое-то количество предложений. И поправки по предложению, порядка 15 предложений. Из них три были, многим ли это слово, озвучены на встрече с президентом. Я сказал, что надо так или иначе воспроизвести вещи, прописанные в основном в законе Израиля, о поддержке диаспоры, то есть о поддержке русских, русскоговорящих граждан за пределами Российской Федерации, в том числе на территории Советского Союза. Это очень важная тема, у нас колоссальное количество людей остались без крыши над головой, государственной крыши над главой, я имею в виду. Я сделал предложение внести в Конституцию ядерный статус. Президент, как вы помните, сказал, что это вызывает некоторые сомнения, потому что у нас может появиться более серьезное оружие, и тогда поправка о ядерном статусе России устарит, хотя у нас в Конституции есть атомные электростанции, и, собственно, это не мешает там находиться. В любом случае, даже это предложение вызвало колоссальную дискуссию, и об этом предложении говорить еще не больше о тех поправках, которые вроде бы уже принимаются. Ну и, естественно, мы с Владимиром Башковым предложили тезис-поправку о неделимости территории России, отчуждаемости территории России, ни при каких условиях обстоятельствах, которые для бытного вызвало полное приятие президента. Вот, ну, и там гласальное количество вещей, которые я не буду сейчас здесь проговаривать, которые реально важны, потому что 20 лет назад или сколько, а когда эта конституция принималась, очень многих реалий в своей жизни просто не было. И это неизбежно надо оговаривать, это неизбежно надо вносить, это неизбежно надо фиксировать и, ну, собственно, и Швейцария, и Турция, и другие страны, которые имеют по третьей, четвертой и пятой версии Конституции. И почему так надо цепляться в этот текст, хотя жизнь изменилась в некоторых направлениях, и в неузнаваемости. Поэтому я призвал бы не... Ну, то есть у нас изначально была такая дичайшая ирония нашего оппозиционного сообщества, что вот, а президент, мне вложены поправки, а вас собрают для вида, а вы ничего не делаете на самом деле, вот вы просто там как бы шерман для своего... Потом вдруг выяснилось, что нет. На самом деле комиссия и коллеги согласно реально работает, она реально работает с населением, она ездит по регионам, она отрабатывает все поправки с группой семейных туристов, разделена на пять комиссий, которые работают по 4-5 часов подряд, тут уже другое. Чуть много поправок слишком принимается. Но, ребят, ну, это определительно для себя. Либо как бы шерман для президента, либо слишком много поправок. Который и так не этот, и здесь не нравится, и так тоже плохо. Поэтому, слава богу, что эта работа идет, я более чем удовлетворен, потому что это уже сфотографическое командирство, но одно происходящее, я удовлетворен. Если мне удастся хотя бы там 3-4 поправки из 15 предложенных мной внести в Конституцию, я абсолютно убежден, что, опять же, как Сергей Никем говорил, что это отвечает коллективному желанию, коллективному духу народа населения. Они, конечно же, огромное количество людей эти поправки я, говоря, на референдуме поддерживают. Вот, собственно, все. А теперь про Луганск, Саша, скажи, пожалуйста, я просто с утра не отследил эти ситуации. Так, ну, поскольку вопрос задан общий, основной трудной фурсой, сегодня в 6 утра со стороны вооруженной силы Украины была попытка прорыва ряда порядков сил Луганской народной республики в районе Семенового пункта Голубовска, если не ошибаюсь. На позиции уранчан проникли 10 диверсантов. Потом они сам... часть из них сам реперировалась. Они просто на минные пользы залезли, повесили потери. А вот стандартная схема для того, чтобы вытащить своих двухсотых, трехсотых, и для того, чтобы не вступать в диалог и ту самую баку, задачей в жизни не разговаривать с Луганской народной республики, а иначе придется договариваться в нейтральных полосах, они накрыли близлежащие населенные пункты плотным огнем из тяжелого вооружения, включая 150-калибр. Более 50 снарядов и мин было улучшено по населенным пунктам. Народная милиция в Луганской народной республике как это поступила так и должна была поступить, она заставила артиллерию и минометы противника замолчать, ну, как смотри. Собственно, что касается оценки, все очень просто. Ничего не поменялось. Вы можете спросить Захара Прилепина о том, как это было в тех населенных пунктах, где стоял его батальон. Было каждый раз одно и то же. Сегодня понятно, это политически мотивированная провокация, потому что Зеленскому можно сказать, что не будет никакого продолжения в Париже, потому что он не поменял ни одного пункта. То есть старая схема спровоцировать силы Донбасса на ответ, обвинить во всем Донбасса в Европе и сказать, что Москва лимонна в том, что в Париже не будет продолжения Александр Нормандской четвертой. Ничего нового вообще. К сожалению, с нашей стороны есть 300-е, с этой стороны 200-е. Количество сообщает будет. Хорошо. Добрый день, Андрей Шмидтинбасс. Спасибо, что пришли к нам с объявлением интересных. И я все-таки хочу понять, как позиционировать вашу партию на политическом поле. Вы пытались сделать для меня, и, честно говоря, я так и не понял, потому что правдой позиционировать невозможно. Вы сами понимаете. Правда у каждого своя, любая партия говорит, мы за правду, мы за справедливость, мы нашим понимаем. И вы тоже. Соответственно, вы пытались позиционировать к идеологии. Было сказано, идеология формируется, пока нет. Значит, ну, самый тогда простой способ позиционировать отношение к действующей власти. Вот вы себя позиционируете как партию правов власти, разделяющую эту правду, которая уже есть. Тогда в чем добавка? Или это все-таки против власти, или как-то и тогда в чем неправда? В чем вы видите неправду, которую надо поправить? Спасибо. Ну, просто вопрос понятен, но когда власть ставится единственной точкой отсчета для существования, в том числе и нашей организации, это не совсем верный подход. Я вот сейчас в третий раз сошлюсь с Гееми Фиева. Дело в том, что, конечно же, народонаселение России является точкой отсчета. А является ли оно оппозиционным одномерно, или является провластным одномерно? Безусловно, это крайне сложный и очень сложно сегментированный вопрос. В этом смысле о наших политических взглядах не так сложно догадаться, потому что даже вот за этим столом больше половины 20 лет пишет тексты. Я написал 21 книгу, из них 5-7 точно на политические и все мои личные постулаты я давно произнес. Они достаточно разнородны, в том числе и по отношению к власти, потому что здесь мне может нравиться, здесь мне может категорически не нравится, а здесь я просто радикальный противник. И вы говорите, вы за или против? Мы же не... Нет, ну вы как-то должны потом народу... Мы объясним же народу, безусловно, объясним все народу, потому что, вы видите, какие разные люди сидят, но у нас есть вещи, которые мы сформулируем для вас. Мы сегодня для этого и проводим пресс-конференцию. Вот, сегодня сейчас... Дайте я расскажу. Мы сейчас сидели и говорили с Натальей Алексеевной-Грачницкой, красотно на эту тему. Я сейчас был во Франции, и, например, второй раз, там, если выступаешь перед правой аудиторией, там, ну, поси Бог, приезжали сказать про Ленина, Троцкого, там, или вообще левую поездку, потому что правая аудитория, левая готова душить. Если перед левой аудиторией выступаешь, то, поси Бог, ты будешь дарить про правую повестку про нацию. Просто что угодно, они считают, что это фашизм. Но при этом, в русской голове это вполне нормально уживает. Понимаете, мы вполне нормально за последние 25 лет вести себя и правую, и левую, и либеральную компонентную. Потому что, конечно же, русский человек куда более демократичен, чем, скажем, наши новые преслованные либералы. В этом смысле я прошу у вас минимальные пагусы. Мы докажем вам на живейших примерах, в чем наше отличие от существующей парламентской фракции, в чем наши претензии к действующей власти. Спасибо. Но давайте тоже не будем здесь вы понимаете, как раз, что попытка отстроить оси координат в из-за или подсо-манипуляции это мягкое украшение, это кримитивизм. Потому что жизнь, в том числе, политически гораздо сложнее. Я понимаю, что есть, так сказать, стремление одних построить абсолютно лояльную парадигму, а других абсолютно оптимационную. Но и то, и другое, на самом деле, ну, мягко говоря, обращение, мягко говоря. А в большинстве случаев просто манипуляция. Потому что глупо говорить, что вы знаете, я или за все то, что делает власть, или я против всего того, что делает власть. Это не пожимых людей. Это не пожимых людей. Обожаемых людей это так, вот у себя спросить, да, по своей собственной жизни. Вот ты, как бы, жизнь прожила, да? Ты все, что ты делал, было абсолютно правильно. Нет, не все. Вот что-то, как бы, да, было ошибко, а что-то было, правда, это привело к успеху. Так и в политике, на самом деле, это упрощение. Давайте вот так вот нарисуем. Это, знаешь, хорошо, да что? Это хорошо, да, скажем, что грамп не получает. Потому что грамп не получает, тут надо четко определить, я против власти, все, что власть делает, все плохо, то, сказать, дайте мне грамп. Или наоборот, я за власть, все, что власть делает, все хорошо, дайте мне грамп, но и с земля. Это не про жизнь, и даже не про политику. Хотя, то что я понимаю, что это, ну, удобно, с точки зрения манипуляции. А что касается правых и левых, ну, вот, когда-то, это было у нас, вот, большое, то есть, мероприятие. Никаких правых и левых, к большому счету, их не остается уже даже в Европе, и все меньше и меньше. Это европейская, политологическая парадигма, защитная степень, она для всего остального мира навязана искусственно, она натянута на уши, да, вопреки здоровому смыслу. За пределами Европы она вообще не работает. Не работает давно. А в России вообще в защитной степени это все, так сказать, ну, очень-очень условно, всегда было и условно сейчас. Я бы позволю тоже два слова. Процитировать Захара, на смерти, я вам скажу слова, которые мне врезались, я их сегодня не переспользую. Если вам не хватает маркера для того, чтобы какую-то ячейку сотых нас засунуть, как обычно делают, то заказала фразу, вот, наша партия, это, вот, видите, вы ей, это сумма нашей биографии. И, заметно, все, кто здесь присутствует, в аудиториях, слушателях, читателях, есть не это единое ядро. Это не разные люди читают, слушают, смотрят, для которых здесь сидят. Это реально. Для начала, мне кажется, вполне достаточно. Это сумма биографии тех людей, которые вписались в это. Прошу, для чего вопросов? Добрый день. Еще одно. Захар это тоже фразу сказал, тоже поситирую. Чтобы опять было непонятно. По-моему, этим заканчивается его выступление на съезде. Мы не за власть, не против власти, мы лучшим власти. Если уж вам отношение к власти нужно как-то позиционировать, вот, позиционируйте так. Добрый день. Вообще российский научно-технический журнал «Полёт». Называем «Останк», наверное, для помощи технических интеллигенций. Вы знаете, вы сказали, что Россия всегда достигала успеха, когда двигалась неоглядность по сторонам. В следующем году исполняется 60-летний «Полёт» в Юрии Алексеевича Гагарина. На мой взгляд, это был такой факт, который позволил нам неоглядно сих сторонам достичь очень высоких результатов. Главное, это обеспечивало науку, промышленность, увеличивало производительность, по-чему, говорит, у Дмитрия. Но, к сожалению, не затронули самый важный вопрос. Это вопрос научно-технической интеллигенции, который, насколько я понимаю, в вашем коллективе не присутствует. На мой взгляд, это большое существенное недостатки, потому что, уверяю вас, в этой среде представителей науки и самой главной техники, те люди, которые формируют научные результаты технически и производительность туда, в том числе, вот этот спектр человеческого капитала на нашей стране совершенно незадействован и находится в некоторых учениях. Это касается всех партий, и областных, и невластных, и хорошего. Вопрос. Как вы собираетесь вот этот вопрос решать и собираетесь привлекать кого-нибудь к своей работе? Спасибо. Я сейчас сразу переизвешу его вопрос без перемещания. Но дело в том, что я вопросы подобные периодически слышу. Вот люди видят с вами свою фотографию части нашего коллектива движения, они говорят, что-то я не вижу рабочих, а где у вас крестьяне? А фермеры есть хоть один? Вот опять собрать. Дело в том, что у нас все есть. Конечно же, и в этой аудитории и сегодня, в этом совете было два доктора экономической науки. Это относится к Эрпидемице? Нет. Это относится? Космонавты? Не космонавты, нет. А кто относится? Скажите. Я могу сказать. Это инженер, создатель новой техники, новых направлений к нам. Ну, скажи-то так. У нас даже на первой конференции сидел целый союз молодых движений в России. У них, по-моему, больше ста делений по стране, во всех многократов, везде. То есть, это был самый первый публичный наш выбор. Это во-первых, а во-вторых, вопрос поставить правильно, но в том случае действительно нет. спасибо за вопрос. Если бы мы пригласили всех инженеров и конструкторов, которые есть у нас и ученых, то здесь бы не достаточно хотелось знать. Они есть. Мы опираемся на научное сообщество, в том числе на инженеров в большом количестве уверяем вас. И вот чуть на другую тему отвечал в вопрос предыдущий. Мы за что, где мы поддерживаем власти, где мы против. Мы за любой процесс, который способствует развитию России. То есть с точки зрения управления у нас все позитивные созидательные развивающие процессы, и в том числе развитие новостей технического прогресса мы без него не денемся. Следующий этап развития производительных силуэтеропатизации нужно подготовиться к тому периоду, когда роботы начнут делать роботы. И сегодня процесс развития людей и развития науки это главнейшая задача. У нас программа тоже учтена. Вы вступайте и еще и у вас тоже вопрос? Прошу вас. Галина Савельевич, канал ТВ МКО орган газеты народной инициативы. Вопрос за Каверой Прилепимов. В своей программной речи у нас есть вы сказали партия создается для того чтобы идти во власть. Я так понимаю законодательную власть. Соответственно вопрос такой какие законы ныне действующие правящие партии вас не устраивает настолько что вы хотите сами идти на вопрос с конь. Я не буду конечно этот вопрос назвать мемблиционным потому что он вполне конкретный но идти во власть не только законодатель но и исполнитель и любые другие органы этой власти идти для того чтобы исправить один или три закона то это слишком малая задача безусловно я считаю что то что называется системным подходом мы должны демонстрировать потому что есть колоссальное количество вещей в целом ситуация в России она не исправляется поправками добавками или отменой ряда законов предпринятая государственная дума прежде не создала возможно у каждого присутствующих здесь есть свои законы которые их не устраивают мы сейчас вывалим 25 часов но дело конечно не в этом дело в том что мы майорочное представление о том что в России необходимо перезагрузка политического истеричного за счет тех людей которые предыдущие своей жизни и биографии доказали свою безусловную приятность интересов России безусловную абсолютную редкость интересов России я на этом наставил здравствуйте меня зовут Данил информационное агентство актив юду у меня тоже вопрос Захару Прилепину вот значит скажите пожалуйста вы создали новую партию да а каким образом вы привлекаете молодежь к работе в партике каким-то образом это будет создаваться молодежное движение развиваться у нас сегодня огромное количество стране молодежи которые ну не за это дело по улицам это тоже право вот скажите как если какая-то продуманная программа по этому вопросу я не буду продуманной программы по этому вопросу нет потому что собственно и партия находится в состоянии создания регистрации и движение объявлено не так давно и собственно идет сейчас такая базисная застройка нашего движения потому что поступает колоссальное количество предложений о вступлении создателей ядерных ячеек и мы сейчас просто пересобираем расставляем свой шаг смотрим по региону смотрим по задачам я когда были на движении на съезде мне задали тот же самый вопрос уже собственно партийный активист я сказал свою личную точку зрения которую возможно кто-то посчитал даже некоррект я говорю я не буду не буду пытаться понравиться молодым я не буду делать не поступать в качестве видеоблогера который ругается надом и хочет ее очень хорошо какой-то часть молодежи какой-то часть спасибо за понимание часть эти вещи которые я высказываю с абсолютным зашкваром дело в том что мы пришли вот с той самой выстраданной правдой и пока я еще я не придумал язык которым я эту правду объясню молодым людям вот мой замечательный молодой товарищ Матвеев сказал как-то очень правильные вещи говоришь что ты предлагаешь молодым борщ ты думаешь что это полезно вкусно что у тебя не будет язвы желудка они хотят круассан возможно они хотят чипсы с таблетками нажраться и наслаждаться я еще не придумал доводов для того чтобы докорреть им борщом мы как-то придумали совместно в любом случае мы уже пришли с такой группой серьезных думающих людей что создать молодежную мечеть не так как бы всех развлечь и увлечь нет такой цели у нас и так достаточно молодых мотивированных ребят которые к нам уже пришли вот пускай они молодые придут как в своих сверстках общаться но для меня эта тема не самая главная у нас огромный народ молодежь сколько процентов 10 в стране а еще 90% с которым никто не разговаривает я пришел с народом говорить а молодые ну пусть так получилось это моя позиция я не выдаю сопротивление возможно она даже неправильная спасибо вам огромное вы тоже готовы подключиться к этой работе я вас очень спасибо сахар я кстати продолжаю вопрос коллеги хочу спросить у вас же есть мы тоже назовем партийным проектом о социализации воспитанных детских домов есть по большому счету это же как раз об этом мы с этим этим проектом занимаемся мы его запустили но пока еще о результатах вы говорите еще рано вот эти вот проекты часть они созданы до заявления о создании партии часть созданы только что на каждом проекте начнется и это все серьезно тоже работа с молодежью тоже работа с молодежью работа с молодежью по архитектурной защите допустим мы ездим по городам просто бьемся там за вот кстати за господи как же оказалось ледное училище а? в первенстве да, 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 да там было здание которое помнит и Гагарина и Титова и Любовь Орлов конечно же для молодых людей у нас сейчас за последние годы появилось такое понятие в полной мере вот в европейской понятии я дали патриотизму люди они точно не понимают что там за правду что там эти люди хотят такая империя а вот у них свой маленький городок свои маленькие дома свои маленькие горьки они об этом у нас не переживают мы уже в городах наверное 10 уже заехали и везде очень активно работаем и там молодые люди приходят они причем радикально до них взглядов но не говорят ну какой-то вы молодцы и вот вы приехали и все все у нас более венечная оборудоваться вот это я вижу тоже частью частью составляющей части нашей единицы хорошо всем добрый день Игорь Секиреев промокутов створа точка ром сегодня Иван Иванович нас всех приземлял очень сильно и я приземли приземли приземлить еще больше а если коротких моментов первой руководство партии заявляло о готовности о наберении в скорейшее время получить регистрацию Ньюста но по-прежнему в базах значится только как комитет вот хочется узнать в связи с чем процесс остановиться мы должны только на неделю подать документы но мы уже на нас торпение как и мы и нас проще должен вопрос документы уже на данный момент тоже ну мы на неделю подают и дальше процесс не от нас здесь тогда вот следующий момент начну Вы Захар ранее объявляли что в 20-м году партия будет участвовать в выбор региональных депутатов в 11-и регионах и в сколько территориях для властей выборов уже созданы региональные отделения хочется узнать в каких объемах намерен участвовать в выборах и может быть есть уже представление с какими политическими силами стоит объединиться чтобы нарастить свой вес мы пока ни с кем не собираемся объединиться мы ни с кем не ссоримся и вот опять же задача с кем выбрать Ковла она перед нами не стоит у нас задача ну у нас регионные ячейки в 50-е 8-е регионов уже были на съезде движения учреждающей партии а так у нас по всем регионам России уже есть люди готовые работать люди которые уже работают более того да а тысячами исчисляются люди которые уже вступили в организацию а количество которое будет через какие-то кратчайшие сроки я даже боюсь не сказать потому что он будет большим причем мы за этим даже не стремились создать массовую организацию а вопреки на нашем стремлении она создается так вот мы работаем во всех регионах где идут выборы и чего еще и даже не там тоже уже работаем последний нюанс к вам у нас в съезде было сказано что нынешний год будет экспериментальным пробным что на этих выборах в этом году будут результаты оценены вот если они будут не провальными но не удовлетворительными изменятся ли планы на 2021 год на 20-й выборы будут ли они скорректированы в этом случае убеждены что наши партийные мышцы рамбалбан всех убедим если будет провал общиться распустимся ничего нормально не переживайте все зависит от вашей поддержки освещайте нас и вам как бы поднаст главный поэт это же один депутат если будет избран это уже не право потому что собственно этого достаточно спасибо коллега у вас вопрос задавайте здравствуйте Нескал Стойсофий Федеральное агентство новостей Иван Иванович упомянул что вы собираетесь отменить ЭД а будет ли какая-то иная проверка цена в школах после окончания 11-й и 5-й класса Иван Иванович отвечает я поскольку я являюсь многодетом молодцом конечно я не профессионал в предответе закон творчества и других область совершенствия но в чем я ориентируюсь и грязь совершенно безумысленно объединенных инструментов делающих наших детей подключения вне более того отбирающих возможность получения академического образования в силу просто расфокусировки предположим он ко мне домой ходит преподаватель который натаскивает мои детей благ я могу себе позволить но тем не менее на дачу обычных экзаменов и на дачу ЕГЭ и третье все забудется она чуждая давно себя ищущая система которая не дает возможности детям развиваться и получать в полной мере академическое образование также нас очень перевожит невозможность детям из малообеспеченных семей а это большинство России провинции даже надеется на получение высшего образования потому что бюджетных мест очень мало а высшие учебные заведения за последние несколько десятилетий как-то удивительно коммерциализировались и вот у меня дочь она учится на третьем курсе она отличница она чуть не бюджетница то есть я выплачиваю хотя она отличная нет бюджетных мест что вы говорите моя дочь я зарабатываю на съемках у меня есть возможность а у людей в правительстве нет возможности какие бы ни был гениальный мальчик или девочка у них нет надежды ну в общем такая призрачная надежда и одной из задач нашей партии направления ответственного за просвещение является опять же протяжирование интересов подобного рода молодежи наверное самое полезное что мы можем сделать я от себя могу добавить главное что у нас каждый имеет такой каждый имеет такие вот предложения я предположим устойчивый сторонник отменного 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 праздника это чушь что мы кормим толпу извращенцев которые перед этим душами детей насилуют зачем это никак нас не унижает моральный конгресс ну как это по Америке почему мы не предъявляем эти претензии это странно у них так было так и есть ну и еще много все то есть мы хотим приложить усилия к возвращению нашего образования в академическое русло Влада у нас это академическое русло базировалось и на дореволюционной базе преподавательской и на советского периода прекрасно предсказатель отширняйте согласен что сахаром что уже очернение нас приводит к пустоте и вот я отрегусь мы обсуждаем вопрос с попыткой отменить историю как бы там не было мы не должны забывать что мы дети внуки или правнуки великих людей героев практически вот я не знаю как вселенная марку что мы не должны забывать что в каждой семье Советского Союза есть человек который погибнет в второй мировой войне исправляя ошибки цивилизованного мира и больше больше два семей может быть сейчас не уследили невозможно отследить но скорее всего есть люди были те кто стоял на рубежах нашей родины и отставил право мира на разнообразность существовала и на увеличение бонокративного ну в 1912 году я буду обшир сразу по поводу обрабатывать все ответить спасибо а вот если будет отменено ЕГЭ что же будет с теми кто его уже сдал и вот я допустим на первом курсе института я сдала ЕГЭ его отменяют я зачем правам он не понятен я думаю можно на то есть специализирование все можно дать прав вот прав вот это как я задавал вопрос вспоминал толковый словарь ведь правда экземологический приходит имеет смысл прав реальность довольно реалистичные люди мы понимаем что у нас у меня во всяком случае нет образования для того чтобы я мог систематизировать обучение инвестирую но у нас есть люди кто в этой сфере специалист не надо все делать самому нужно передавать специалисту уверен что они будут не пострадовать это уже сдавал игры это все по непосредственным вопросам у нас есть гигантская проблема с самой конституцией но я честно говоря за пределами этого зала не держат за кармой это обсуждать потому что буду оказывать так что есть заседатель обновления он же представитель совет вот я в практике 13 это то что защищает нам идеологии это смошедший в идеологии есть свод общепринятых представлений о правильном и неправильном это не означает что это не означает никакого навязывания это означает только констатацию реальности и согласие всего общества с данными постулатами начиная от того что нельзя кинуть кинуть в окно и заканчивая вселенские я не знаю вселенские победы всего на свете там я не знаю мы едем плюс видимся по свете вот что-то такое все и великое и малое и земное и небесное все если этого статью не отменить никогда не появится институт который сможет цивилизованно цензурировать продукцию на телевидении мощнейшем орудии идеологии мы воспитаны телевидением вот сейчас переходит на всю сеть но форматы остаются мы не контролируем телевидение у нас нет рецептуры и она не появится пока будет эта идиотская ненужная вредная и вратская статья мы не сможем это делать с театра мы не сможем цензурировать театр цензура вызывает у нас негативные ассоциации но они больше вынесены израиль советского театра и вот это навеки как бы там ни ухарелись советские времена советские времена это появление величинных художников нет никакая цензура не способна встать на пути настоящего художника более того она даже плюс который начинает работать нельзя обмануть творчество это от бога можно последний вопрос добавление к ответу во первых во второй части вопрос закон не имеет мы же собираемся законы менять а не реологическую устраивать поэтому если бы вы уже все сдали значит это с вами все останется это первое во второе я уже сам начал вы говорили что у нас первое физичное слушание которые будут проводиться с огромным количеством экспертов будут посещены как раз этой теме воспитание посвящение образования я надеюсь что по результатам мы увидим и по результатам мы выйдем на конкретные формулировки приходите и участвуйте как спикер хорошо вас здрасте антон Алексеев из Томс на телевидении объясните пожалуйста меня в основном с полиголоком протекнул и подвечет вы скажите вы с кремлем как-то свою партийную инициативу согласовывали вы общались с кем-то потому что просто видно что в России без этой санкции как бы трудно создать партию те кто криминами на стенах остались не очень успешно это насколько ваша инициатива как бы партия вообще есть ли у вас информация о том как там на вас смотрят поддерживают и второе это уже вопрос про деньги извините за такое значит деньги на партсторичество и в этой связи я просил господина Бакова вот сказать вы как я понимаю я вот ориентируюсь по интернету интернету может и будут вы член Совета Федерации и вы член партии Единая Россия вы как член партии Единая Россия принимаете участие в строительской партии за практу и правда ли то что касались СМИ после учредительного съезда что именно вы являетесь таким основным спонсором партии спасибо большое есть вопросы на которые даже отличие не следует как раз и сделали такие вопросы задают значит надо понимать не читать есть информация в интернете более правдивая и соответствующие названия в том числе касающиеся лично меня поэтому если позвольте я просто скажу что первая часть вопроса не имеет никакого отношения и вот здесь прослеживается просто непонимание самих политических процессов которые происходят в нашей стране в том числе элементарно партию может стать любая организация коллектив и никто не может воспрепятствовать что касается финансирования до на съезде руководящего органа или оргкомитет полностью обнародовал и суммы полученные от участников этого процесса и даже статьи расход поэтому здесь тоже все понятно и можно не не столь актуально для нашей организации на дружеской ноге я вот это услышал слух высасывает это из пальца и скамливает другим людям проверить эти другие люди все равно это не могут и они вынуждены верить так создается виртуальная реальность о том что есть какой-то реальность который стоит над каждым журналистом над каждым политиком над каждым еще я работал в администрации президент я могу сказать что один человек это девушка которая занимается всеми малыми партиями в российской федерации представьте себе как эта девушка одна будет раздавать какие-то команды каждому кого говорит что делать значит вот над нами сейчас летает или дух и говорит что нам говорит здесь согласовывать все наши движения а еще журналистов и еще понимаете вот это все безумие что там в мире работает небольшое количество людей в том числе те которые отвечают за средства нас информации связь с ними это тоже несколько человек всего а если телеграмм канал каждое слово сенсурируется эфическим кремлем башними какими-то и так далее все это абсолютно чушь если вы хотите быть взрывомыслящим человеком просто в это все не верьте живите с нормальной чистой головой и тогда не появятся вопросы звучит о том что кто согласовывает кремль относится ко всем подобным вещам вы не первый человек очень много людей когда подходят общественные дети скажи можно разрешение получить на сознание партии еще что-то знаете я могу так сразу сказать можете еще хотите проверить вам скажут одну и ту же сразу идите создавать если вы хотите идите создавать ячейки если создадите ячейки во всех отделениях по закону десятка региона если вы проведете учредительный съезд большая работа если вы создаете полком если такие крутые если вы все сделаете на вас уважение посмотрим ничего себе в это сделать людей которые продали чтобы создать что-то сделать их было полно и сейчас таких людей много и но в итоге когда началась реальная работа они подписи элементарные даже не могут собрать в одном единственном в каком регионе чтобы выдвинуться то у них подписи прошибы то у них мертвые то еще что-то такое вот поэтому здесь взялись всерьез есть офис есть исполком есть региональное отделение все это шуршит работает и причем почему это делается по вопросу тратейки делается с минимальными абсолютно издержками потому что все современно и все электронизировано все через сайт все делается современными способами это не нужно как тысячу этих 100 тысяч этих курьеров сколько 40 тысяч этих курьеров которые ездят здесь все сейчас делается на современном уровне современности я не получал не получаю и получать не собираюсь первое второе никаких совещаний не участвуют не участвуют я не участвуют